16 июля 1945 года человечество достигло нового возраста атомного века после того как одна война завершилась началось новое сражение война идеологий между капитализмом и коммунизмом и если бы это было в любое другое время в истории история следовала бы тот же путь где было соперничество между империями напряженность эскалация и наконец война до того пока не было четкой победы за взятие гегемонии но это война никогда не случилось бы с ядерным оружием у нас потому что у человека присутствовал инстинкт самосохранения так что возникает вопрос что если бы ядерная бомба никогда не была изобретена давайте представим себе сценарий предполагая что человечество никогда не открывает ядерную энергию скажем начиная например с 1945 года где нет манхэттенского проекта нет способностей создавать ядерное расщепление может быть даже советы возвращаются во времени и убивают альберта энштейна чтобы ядерное оружие никогда не было создано о боже мы зашли слишком далеко я уже делал видео об этом так что сейчас я вам все быстро объясню есть этот классический вопрос когда дело доходит до японии касательно второй мировой войны действительно ли америке нужно было сбросить ядерное оружие на хиросиму и нагасаки мне честно в масштабе смерти и разрушения не очень важна разница между сбросом ядерной бомбы на город и просто небольшой его бомбардировкой кроме возможно количество самих бомб без атомной бомбы первоначальный план америки касающийся японии было полномасштабное вторжение и вероятнее всего этого бы не случилось почему советы хоть советы и японцы технически были врагами войне ни одна страна на самом деле не хотела быть втянутой в битвы на еще одном фронте поэтому никто не объявлял войну друг другу давайте просто скажем что они имели более сложные вопросы но когда ссср закончил дело с немцами они повернули свое внимание на японию япония боялась коммунистов гораздо больше чем американцы и знали что если бы они сдали сша то их образ жизни по крайней мере сохранился бы и они были правы даже после того как их два города были разнесены в щепки которые были ядром империи и сам император предпочел продолжить править о самый криминальный человек не был казнен спасибо америка угроза ядерного апокалипсиса появилась от двух соперников мировых держав которые хотели установить зоны их собственного влияния прямой бой был скажем так состава и так как это была цель победить в новом мире посредством маленьких шагов скрытых шагов влияния на выборы поддерживая союзников или даже в некоторых случаях сражаясь за них от их имени колониализм принял новое лицо и это было через призму идеологии сдерживание стало политикой соединенных штатов после корейской войны не пытайтесь атаковать прямо те места которые контролируются советским союзом потому что это приведет к просто ядерной войне вместо сдерживания его от распространения вьетнам был такой гигантской катастрофой не потому что соединенные штаты не могли бороться с кучей фермеров а потому что сша пытались держать и коммунизм от его распространения америка никак не могла отправить войска прямо в северный вьетнам потому что тогда китай будет участвовать в войне или россия в ответ будет мстить в германии северный вьетнам был лучшим вариантом для бомбардировки потому что это бы не изменило границы на карте это как если бы мы вели войну против террористов но на самом деле никогда бы не преследовали истинных стоящих за всем джихадистским менталитетом ой подождите взаимно гарантированное уничтожение создало правило по которым все должны были играть упраздняя ядерное оружие вы упраздняете правило и все что осталось это две из крупнейшие державы мира которые ненавидят друг друга их последняя война закончилась победой как вы думаете кого третья мировая война не будет конфликтом которая уничтожит человечество но это безусловно нанесет ему огромный ущерб который превратится в окончательную кульминацию трилогии заставляющий победителя решать какова судьба мира по крайней мере на какое-то время следующий вопрос кто победит чем дальше идет холодная война тем менее эффективны красная армия и варшавский договор в целом так что я собираюсь сохранить временные рамки когда эта война будет происходить как можно более широко вмешательство соединенных штатов какую-то маленькую страну было переломным моментом для ссср у которого мобилизация длилась в течение нескольких недель западные державы тоже будут готовиться к сцене где обе стороны будут паниковать и надеяться на сглаживание ситуации однако сша могут забыть об ужасах обычной войны вспоминать только победы ведь они далеки от реальной опасности учитывая их географическое положение но я поговорю об этом позже европейцы будут протестовать против эскалации с обеих сторон полагая что их дом станет местом противостояния но на западе многие будут называть тех кто протестует трусами потому что они не хотят защищать свою собственную землю от красных о да в первый день будут поступать сообщения о танках движущихся на западный берлин тогда город падет за часы красная армия начинает свой каток по западной европе используя численное преимущество новостные камеры сообщают в прямом эфире как третья мировая война начинается обычная война для ссср на самом деле очень рискованная да у них есть рабочая сила но она не превосходит запад когда дело доходит до военно-морской и авиационной логистики и поставок что выглядит несомненно безумным это была сила которая катила нацистов но вы наверное думали что русские тоже уничтожали нацистов потому что у них было количество чтобы делать это но многое из этого количества военной техники было поставлено через американскую промышленность между тем на этот раз американцы будут на вражеской стороне однако русские не имеют такой промышленности которая могла бы превзойти соединенные штаты они могут подвергнуться большему кровопролитию чем нато к тому же они не смогут снабжать свои собственные войска столько же сколько нато я не хочу звучать как какой-то американский фанат потому что это не так я хочу сказать что у соединенных штатов есть много преимуществ которыми они подвергнут советов максимальным страданиям для нато это война на самом деле станет долгой игрой сша остановит любые первоначальное завоевание красной армии несовисимо от того сколько ее и удержит ее там же в отличии от наполеона и гитлера нато имеет географию на своей стороне американцы отделены от остального мира двумя большими океанами третья мировая война просто никогда не наступит в сша битва будет вестись в европе и азии однако никакие сапоги красной армии никогда не смогут ступить на американскую землю даже в разгар их мощи у ссср никогда не было военно морского или воздушного потенциала чтобы соперничать с великобританией или соединенными штатами тактика нато заключается в том что они будут поддерживать экономическую и материально техническую мощь пополнять свои войска используя свою огромную промышленность и просто ждать пока советы сдадутся вы никогда не сможете выиграть сухопутную войну в азии поэтому просто не сражайтесь там думаю прямого вторжения в россию во время этой мировой войны не будет история показала что если войны не дают хороших результатов идеологии начинают рушиться лучшее преимущество советов может легко стать их величайшей слабостью варшавский договор был создан советами когда они вторглись германию на пути чтобы свергнуть нацистов правительства которые они установили были на самом деле ничем иным как марионетками советский коммунизм был в том чтобы поддерживать превосходство россии в барьере против запада это их самое большое преимущество но в обычной войне это может быть их величайшим препятствием если война станет достаточно непопулярной или скажем случится небольшая хитрость цру инакомыслие может бродить в странах варшавского договора даже если это рискованно что этот тип инакомыслия может занять годы и это также должно быть стать достаточно большим чтобы советы отвлекали внимание от линии фронта я не думаю что красная армия сможет взять гораздо больше земли за пределами своих первоначальных завоеваний я думаю о японии во второй мировой войне она имела огромные вооруженные силы добилась впечатляющих успехов но в целом была побеждена потому что их врагом производить гораздо больше чем они и обновлять любые запасы которые они теряли экономика решает все что означает что все советское производство столкнуться с трудной борьбой вынужденной конкурировать с крупнейшей экономикой в мире и при этом производя со скоростью обеспечивающие хорошее снабжение их собственных военных я просто не думаю что они выиграют третья мировая война если она не закончится не приведет поискам входящим в москву но это возможно приведет к распаду советского союза это было бы более мирным чем 90-х или результатом гражданской войны которая в первую очередь породила советский союз в противном случае ссср просто не вышел бы даже если бы у них была колоссальная рабочая людская сила третья мировая война будет мировой войной неожиданно не правда ли хоть видео и так долго есть много вещей которые не могу упомянуть но просто поверьте мне это действительно будет конфликт охватывающий весь мир 20 век это всего лишь век массовых конфликтов даже после того как не было мира по крайней мере не того которые мы видели после второй мировой войны мы находимся в самом длинном периоде мира в истории человечества в котором не боролись лучшие нации мира друг против друга со времен второй мировой войны и и это сохраняет мир от убийства друг друга просто из-за инстинкта самосохранения в тот период истории когда экономики стали глобально связанными есть угроза крупномасштабной войны они мелкого внутреннего конфликта или войны за посредничество я не говорю что ядерное оружие хорошее или плохое это вопрос на который только время даст ответ ядерное оружие сделала крупномасштабную войну бесполезной потому что у нее не было бы победителя это пистолет для нашей головы чтобы убедиться что мы все хорошо играем будь то позитивно или отрицательно зависит от того если мы нажмем на курок ну а на этом все напишите хорошо что существует ядерное оружие или нет я лично считаю что это безусловно плохой продукт который на удивление сдерживает всех от кровопролития ладно я пойду до скорого а